Зелёные точки Начался он рано утром, но уже через 10 минут после его начала главный технический специалист компании Сергей был на месте. Домой он не уходил с самого начала аварии. Получается, что сейчас уже кончились вторые сутки, люди третий сутки работают над тем, чтобы восстановить полностью связь во всех районах города. Уже восстановлено порядка 90% всего оборудования всего города. Первым делом восстановили ядро сети, чтобы запустить главный сервис – доступ в интернет. Работу, говорят специалисты техслужбы, проделали огромную. Все, что удалось спасти из огня, чистили, мыли, проверяли, работает ли и снова пускали в работу. А абонентов сумели оповестить о происшествии по СМС. И судя по реакции тех, кто лично пришел в офис, чтобы поддержать провайдера, все все понимают. Роман рассказал, на его бизнесе авария никак не отразилась. Работу не останавливали. Понятно, что интернет пропал и телефонной связи нет, но мы же не в вакууме живем. Есть и другие операторы связи, есть мобильная связь. Кого-то отправили домой, кому-то вообще не нужен интернет по работе. Поэтому это не стало такой прям трагедией, что вся работа стала и все невозможно работать. Другие абоненты поддержали своего провайдера в социальных сетях. Вера одна из таких. Говорит, интернет-зависимостью не страдает. А пока одноклассники не открывались, спокойно готовилась к экзаменам. За временный информационный вакуум не в обиде. И, конечно, мы понимаем, что возможно всякое в нашем мире. И вошли в положение. И спасибо сотрудникам «Зеленой точки», что они достаточно оперативно восстановили связь. И все здорово случилось. Главное, говорят в «Зеленой точке», скорее начать полноценную работу. Все остальное не важно. Никто не остался в стороне. То есть, несмотря на то, что это был выходной день, все вышли на работу. Прямо с самого утра занимались восстановлением. Кто был способен, у кого были навыки технические какие-то, даже не сотрудники технической службы, все равно все работали. Остальные помогали убирать, разбирать, раскладывать, смотреть, чистить, мыть. Для нас вопрос финансовый, конечно, существенен, но он не такой важный, как репутационный вопрос. То есть, мы прежде всего хотели, чтобы наши абоненты побыстрее начали работать, чтобы они меньше испытывали неудобств. И для этого все сотрудники компании приложили максимум усилий. Сейчас доступ во всемирную сеть восстановлен у 90% абонентов. Телефонную связь ремонтируют полным ходом. Как заверили в «Зеленой точке», окончательно все восстановят в течение суток. Алексей Форсиков, Илья Аладин, Информбюро.